Команда «Огонь» в данном случае в прямом смысле предполагает огонь. Зажигается спичка, а затем от неё огнепроводный шнур. Инициирующий заряд закладывают в специальный контейнер. Это упражнение на присоединение фитиля к детонатору. Если последний в итоге сработал, значит всё сделано правильно. В следующем задании инициирующий заряд вставляется уже в тротиловую шашку. Одна такая весит 400 граммов. Время срабатывания рассчитывается. 60 сантиметров огнепроводного шнура горят ровно минуту. После зажжения никто не уходит сразу. Дожидаются, пока справятся остальные сослуживцы. Затем все удаляются на безопасное расстояние. Следующее задание уже носит практический характер. С помощью взрывчатого вещества нужно разрушить объект. Трубу, бревно и железобетонную плиту. Такое бывает необходимо при разборе завалов, когда они, например, мешают прохождению военной техники. На глаз это не получится. Необходимо сделать точное, согласно формуле, сколько необходимо тротилу для перебивания той или иной конструкции. И в этом случае инициировать взрыв будут электричеством. Если мощность каждого предыдущего была 400 граммов тротила, то здесь все заряды сработают в одно время. Общая мощность уже 2 килограмма. Наблюдают за ним из специального укрытия через камеру. Взрыв произошел. Объекты удалось перебить правильным образом. Задания-то сложности нету. Именно мастерство свое отрабатывают. Именно здесь, в полевых условиях, чтобы в выполнении боевых задач не было никакой проволочки и суеты, как говорится, чтобы вовремя и срок выполнена была задача. Бывают случаи, когда взрывоопасные объекты приходится обезвреживать. В этом году были найдены 8 гранат, один выстрел для гранатомета, 7 минометных мин, снаряд времен Первой мировой войны. Все обезврежено. Также опасен он. Ни своих свойств он не потерял. При ударе, еще каком-то воздействии он может взорваться. Также он сильный был следами коррозии. Мог проживеть и сработать уже непредсказуемо. Учения почти закончились. Навыки отработаны, опыт получен. Осталось последнее задание. И самое зрелищное. Сейчас саперы готовят самый мощный взрыв, который будет за время учений. 16,5 килограммов тросила. Иногда в боевых условиях необходимо срочно создать фертификационные сооружения, например, для танка. Делает его, как правило, в земле. И это будет самый быстрый способ выкопать большую яму, которую я только видел. Алексей Козлов и Алексей Безделов. Тюменская служба новостей.